Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. Есть кварцевый песок, может быть и завод. Губернатор Алексей Русских побывал на Лукьяновском горнообогатительном комбинате в Теренгульском районе. Будет хлеб, будет и обед. Мы скупили струнный пищевый принтер, будем пищать уже на пряниках. Хлеб по новой технологии уже тоже у нас печется. ТОС «Мостовая Слобода» выиграл президентские гранты и теперь расширяют не только ассортимент и объем выпечки, но и географию помощи. Просто нечего нам больше терять. Все у нас помнится на страшном суде. В Ульяновске прошел большой концерт авиационно-пропакандистской бригады из Москвы. Артисты выступили для мобилизованных ульяновцев и их семей. В Ульяновской области может быть и стекольное производство. Губернатор Алексей Русских поручил корпорации развития представить варианты для размещения завода. Об этом глава региона заявил во время визита на Лукьяновский горнообогатительный комбинат. Сегодня на предприятии производят строительные смеси и обогащенный кварцевый песок. Марина Тимофеева продолжит. В приемный бункер опускается песок из карьера и процесс запускается. Здесь в четыре смены без перерыва обогащается кварцевый песок. А это сердце обогатительной фабрики. Сушильный барабан за его работой следят сразу несколько специалистов. Важна температура не только внутри самого аппарата, но и песка, который прошел процесс сушки. Производится сушильный барабан 30 тонн в час. Далее процесс магнитной сепарации, сухой магнитной сепарации. И оттуда уже песок поступает в селоса, из которых грузится ЖД-вагон. Особо чистый кварцевый песок отправляется по стране. География сбыта не только России, но и Казахстан, и Азербайджан. Фабрика готова и дальше расширять логистические потоки. Только сдерживает отсутствие качественной дороги. Путь ведущий к предприятию для проезда большегрузного, да и легкового транспорта, мягко говоря, сложный. И это не позволяет нам загрузить данный цех на все 100%. В связи с тем, что все-таки сухие смеси – это такой товар нишевый, и не так далеко он может быть отвезен. Поэтому у нас есть проблема. Федералы к нам не едут в транспортные компании логистические, к сожалению. Поэтому самая главная наша беда – это дорога. Теперь этот вопрос прорабатывается региональным профильным министерством совместно с руководством горно-обогатительного комбината. Также во время визита Алексей Русских поручил корпорации развития найти инвесторов для открытия в регионе стекольного производства. Мы подбирали несколько площадок, как раз, вот стекольное производство, давайте поднимаем. Лукьяновский горно-обогатительный комбинат сегодня в числе добросовестных недропользователей. Что не скажешь о собственнике карьера вблизи села Байдулина. На него губернатору пожаловались местные жители. По их словам, налоги в областной бюджет горе-предприниматель не платят. Меж тем песок из карьера возят сутками. Теперь специальная комиссия займется выявлением фактов незаконной добычи полезных ископаемых в регионе. Марина Тимофеева и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Из Теренгульского района. 15 ноября в приемной президента Российской Федерации в Ульяновской области прием граждан проведет Сергей Балдин, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области. Справки и предварительная запись по телефону 41 12 31. Промышленный комитет поддержал законопроект о бюджете Ульяновской области на 2023 год в первом чтении. Доходы региональной казны в следующем году составят почти 81,5 миллиардов рублей. Расходы больше 88 миллиардов. Дефицит внушительный. По словам Дмитрия Грачева, пополнить бюджет возможно за счет Дорожного фонда, акцизов на нефтепродукты, имущественного и транспортного налогов, а также выполнения госзаказа, реализации строительных материалов, произведенных на территории Ульяновской области и исполнения национальных проектов. Существенно повысит НДФЛ, увеличение заработной платы в отраслях и выведение выплат из серой зоны. Безусловно, общее наше дело, общая наша задача – это наполнение доходной части. Кроме того, на заседании говорили о снижении индекса производства в регионе по итогам первого полугодия. Это связано с прекращением деятельности компаний, собственниками которых являются иностранные инвесторы и нарушение логистических цепочек. Многие предприятия испытали сложности с поставкой сырья и комплектующих. Плечо подставило государство. И уже сегодня, несмотря на санкционное давление, ряд предприятий нарастил объемы производства, в том числе за счет госзаказов. Завод «Искра» нарастили объем производства в пять раз. Промтех Ульяновск в три раза. УАЗ механо-сборочное производство. СИМАЗ – это производство наших автобусов на территорию Ульяновской области. Димитровградский литейный завод и ряд других предприятий, включая самые крупные, это наш Авиастар-СП, тоже, соответственно, нарастил объемы производства. Помощь региональным производителям оказывает специально созданный центр, субконтракции и импортозамещение. Свою роль сыграл и запуск регулярного железнодорожного маршрута Ульяновск-Китай, который значительно ускорил доставку комплектующих. Теперь это рекордные 12-14 дней. Причем им охотно пользуются не только ульяновские предприятия, но и соседние регионы. ТОС «Мостовая Слобода» продолжает реализацию социальных проектов. На этот раз благотворительную акцию проводит местная пекарня. ТОС выиграл президентский грант. Теперь активисты «Мостовой Слободы» будут делать выпечку для нуждающихся. Проект получил название «Будет хлеб, будет и обед». Будет много, что интересно, что в нашей пекарне, потому что будут и пряники. Немножко другой тоже вид примут уже, потому что у нас приходят. Тоже мы скупили струйный пищевой принтер. Будем пищать уже на пряниках. Хлеб по новой технологии уже тоже у нас печется. Наши специалисты уже, благодаря тому, что мы заключили соглашение с техником, как раз то, что обучается уже как раз, чтобы профессиональный хлеб, какой-нибудь такой уникальный печь. Для реализации проекта будет закуплено новое оборудование. Одну печь уже приобрели. Если раньше объем производства не превышал 50 буханок в день, теперь выпекает до 150. Расширилась и география. Хлеб возят и нуждающимся жителям соседних ТОСов. Кроме того, мостовая Слобода намерена жертвовать выпечку и бездомным, которым помогает Центр Доверия. Один из наших проектов – это кормление нуждающихся. Мы осуществляем эту деятельность, это кормление на двух адресах города Ульяновска пять раз в неделю. Три раза в неделю у храма «Непиваемая чаша» на полпина 34 с 10.30 до 11.30. И два раза в неделю у храма Георгия Богдоноса «Нога 37а». В течение полугода ТОС планирует испечь 18 тысяч буханок для благотворительных целей, а также раздать 500 продуктовых наборов, в том числе и семьям мобилизованных. В Ульяновске во Дворце культуры «Руслан» состоялся концерт агенционно-пропагандистской бригады из Москвы. Известные российские артисты, певцы Анна Артамонова, Ольга Будина и Ольга Панюшкина выступили для мобилизованных ульяновцев и их семей. Подробнее в нашем материале. Горит и кружится планета Над нашей Родиною дым И значит нам нужна одна победа Песни Великой Отечественной войны, а также современных авторов исполняли московские гости для мобилизованных ульяновцев. Тематика песен разнообразная. Концертная программа практически полная импровизация, признаются артисты. Я приезжаю со своими песенками, с песнями Игоря Растеряева, Цоя, Любе, а дальше смотрю по ситуации. Дуэт Анны Артамоновой и Ольги Будины на этом концерте тоже импровизация. Песню, которую они исполнили, считают очень актуальной. Потому что то, что сегодня происходит, оно разделило нашу жизнь на до и после. И так как было, уже никогда не будет. Вот об этом песня. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Этот концерт перед бойцами у московских артистов не первый. Анна Артманова, к примеру, с мая выступает в госпиталях. А с июня, как выражается актриса, бывает за ленточкой. То есть на территории Донбасса. Им надо знать, что люди на их стороне и с ними вместе так же думают и одним воздухом дышат. Конечно, это надо знать всем нам. Я раньше тоже так тихо, молча это делала, а теперь я понимаю, что надо говорить. Для мобилизованных бойцов поход на концерт стал еще и возможностью повидать свою семью, а также познакомиться с близкими своих сослуживцев. Наши командиры нам сразу сказали, что приглашайте обязательно своих семей. Всем здесь были очень рады. То есть боевые товарищи посмотрели на наших общих уже детишек, на наших жен. Друг у друга посмотрели, все познакомились. То есть замечательная атмосфера. Ульяновские бойцы говорят, что когда придет мир, они будут дружить семьями с теми, с кем сейчас проходит боевое слаживание в центрах подготовки. Ну-ка, Илюша, расскажи, расскажи, расскажи что-нибудь на камеру. Давай, давай, ну ты ж умеешь, давай. Ты ж умеешь, да? Ай, зайчик. Елена Тимонина, Элла Шахова, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Одно из старейших в Поволжье средних профессиональных учебных заведений культуры, Ульяновский колледж культуры и искусства. Он был образован в 1947 году. В то время работало два отделения. Культурно-просветительная работа и библиотечное отделение. За 75 лет в нем появились народное хоровое творчество. Инструментальное хореографическое отделение. Все отделения примут участие в праздничном концерте, который посвящен юбилею. Подробнее в нашем материале. Тимонина, Элла Шахова, Алексей Прохоров. Студенты отделения народное хоровое творчество, не жалея голосовых связок, отшлифовывают каждую ноту, которая прозвучит на большой сцене на юбилейном концерте. В соседнем здании ребята отделения социально-культурной деятельности, фактически родоначальника этого учебного заведения, репетируют эстрадный номер под дождем. Локомотивом колледжа последние десятилетия считается хореографическое отделение. Оно давно прославилось тем, что выпускает из своих стен очень сильных танцоров, которые потом выступают на прославленных сценах с именитыми коллективами. За 75 лет работы колледжа здесь сложились свои династии. Например, Татьяна Васильева преподает хореографию, а ее внучка Анна Симыкина учится на данном отделении. И приехала она из Самары. Хотела в Самарске поступать, но мне сказали, что профессионалов выпускают именно здесь, у нас, в Ульяновске. У нас, естественно, есть, как в любом коллективе, есть золотой фонд, который мы передаем как бы по наследству. И студенты очень любят танцевать лучшей композиции. У нас, в принципе, за 50 лет у нас есть определенный репертуар, который студенты, некоторые даже обожают танцевать, и как бы стоят в очередь, чтобы его исполнить. Большинство педагогов колледжа – его выпускники. Как Максим Алабин, он преподает здесь дизайн. Сейчас его студенты разрабатывают пригласительный билет на юбилейный концерт. Приглашение разрабатывалось с учетом стилистики нашего колледжа. То есть это использование теплых цветов и строгость в элементах. Классический стиль – это обогащение, то есть придает богатство и строгость в это время. Среди преподавательского состава есть и ровесники колледжа. Владимир Белозеров за 50 лет работы в колледже обучил сотни ребят игре на гитаре, баяне, аккордеоне. Вот в этом заключается специфика нашей профессии, что мы, педагоги, свое продолжение находим в своих выпускниках, которые успешно работают и несут это дело в дальнейшем по жизни. Концерт в честь 75-летия Ульяновского колледжа культуры и искусства состоится 24 ноября во дворце губернаторский. Технопарк универсальных педагогических компетенций Ульяновского педуниверситета заработал на полную мощность. Будущих учителей теперь обучают на современном оборудовании. Какие возможности появились у студентов и преподавателей? Материал Ирины Шмыговой. Периодически из космоса или откуда-то прилетает свободная частица и раздается небольшой щелчок. Занятия по физике преподаватели УЛГПУ теперь проводят в новом формате. Наглядно продемонстрировать принцип работы рентгеновского аппарата помогает современное оборудование. А полученные в ходе опытов данные автоматически отображаются на экране. Мы с вами можем наблюдать эффект компьютера, который у нас возникает в воздухе. Студентам стали доступны современные учебные практики и физические процессы, которые раньше педагоги объясняли с помощью графиков и картинок, теперь можно увидеть своими глазами. Мне понравилась сегодняшняя работа с рентгеновским аппаратом. Я впервые его увидела, потому что когда я была в поликлинике, там делали, но я не понимала, как это работает. Новые возможности появились и у педагогов, которым вновь пришлось взяться за учебники. Приходится задействовать много разных источников, литературных источников, электронных источников, для того, чтобы более широко понимать те процессы, которые происходят. А потом уже приходится конвертировать вот это знание, которое я получил, в тот язык, который будет понятен именно моим студентам. Обновленная материально-техническая база позволит подготовить универсальных преподавателей для школ региона. Перед технопарком стоит задача в том числе и повышения квалификации преподавателей наших вузов, нашего удачного университета, но и учителей школ. Занятия по физике, анатомии, робототехнике, программированию и еще множество направлений теперь доступны школьникам. А в дни открытых дверей заглянуть в технопарк и даже провести настоящий эксперимент может практически каждый. Ирина Шмыгова, Идамир Губеев. Вести. Ульяновск. Ульяновские школьники прошли безопасным маршрутом. Путь пролегал по тем участкам дорог, по которым дети вместе со своими родителями ходят в школу. Руководители процессом – ульяновские дорожные полицейские. Большие и маленькие. Инспекторы АГИБДД напомнили ученикам средней школы номер 78 основные правила дорожного движения. Изучали на практике дорожные ловушки и опасности нерегулируемого пешеходного перехода. Сотрудники госавтоинспекции объяснили детям, почему пешеходам запрещается выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта и пересекать проезжую часть перед близко идущим авто. Уважаемые родители, помните, ребенок в первую очередь берет пример с вас, с родителями, с другими взрослыми. Пусть ваш пример учит дисциплинированное поведение на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь делать все возможное, чтобы ограбить детей от несчастных случаев на дороге. Пусть дорога будет для детей безопасной. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделили световозвращающим элементам на одежде детей. Ведь эти небольшие детали способны сделать пешехода заметным на дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В Ульяновске организовали Дни Российской государственной библиотеки искусств. В этом году у нее вековой юбилей. Выставка от библиотеки к сцене и экрану погружает зрителей в атмосферу любви и уважения к детским спектаклям и кинофильмам. И особенно к тем, которые выходили в советское время. В экспозиции представлены копии оригинальных экскизов, декораций и костюмов. Они создавали с выдающими художниками страны. Помощь в благородном деле им оказывала Российская государственная библиотека искусств. Когда МСРФ пришел с таким запросом, допустим, по коньку-гурбанку, ему привозят целую телегу, нагруженную книгами, журналами, иллюстративными материалами, фотографиями. Это все есть в нашей библиотеке. И подготовлены сотрудники так, что они могут проконсультировать по любому вопросу. Приходят с разными к нам запросами. Например, могут прийти и спросить фотографии похорона Ленина. И желательно в разные времена года. Художников по костюмам, в отличие от актеров, часто называют бойцами невидимого фронта. Однако в этой профессии работают необычайно талантливые и преданные искусству люди. Именно они создают ту самую атмосферу, благодаря которой артисты расправляют свои творческие крылья. А придуманные ими костюмы помогают во время ролевой игры лучше уловить состояние своего героя. От этого зависит качество сценического перевоплощения. Нынешняя экспозиция – всего лишь одна из выставок, которые организует Библиотека искусств. А всего их насчитывается 30. Шоу, полное драматизма в финале. И неожиданный исход, который позже расценили все же как закономерный. А еще параллель с историческим персонажем. Все это могли увидеть зрители на традиционных гонках на призы УАЗ в селе Арском. Среди них оказался и наш корреспондент Эдуард Истомин. Проведение гонок в Арском стало хорошей традицией для Ульянского автомобильного завода. В этом году соревнования юбилейные по счету 50-е. Зарезервировать в них свое участие решили сильнейшие спортсмены страны. В списке больше 20 участников. Их развели в двух полуфиналах. Пятерка лучших в заезде выходила в финал. В первой гонке лидерства захватил пилот из Ямала-Ненецкого округа. Александр Коструков умело отбивался от попыток обогнать его на трассе. Каверс на ней хватало, но он первый. Трасса в Арском никогда легкая не была. А после, скажи, несколько дней осадков она размокла. Я думаю, что спортсмены сегодня будут биться даже не сколько с соперниками, сколько с трассой. Второй заезд куда драматичнее. Зритель делает ставки на фаворитов, но ульяновским гонщикам явно не ведет. Кто-то сходит с дистанции, а у Дмитрия Аверина даже загорелось авто. Пока тушили пожар, спортсмен отходил от дебютной неудачи. Ехал и чувствую, что-то дымит уже машина. Все, я смотрю, задымилось, выбежал из машины. Потом уже плавник пошел. Судьба выдала и другой кульбит на трассе. На одном из поворотов перевернулся москвич Петр Дрофичев. К рифе и трассу не везло с самого старта. А потом Петра Первого подкараулило коварство похлеще. Что-то мне этот поворот не получал. Один раз на двух колесах. Потом все доехал на это, думал, выйду. А везунчиком во втором заезде оказался пилот из Татарстана. Радис Хашимов уверенно вел свою ласточку в сеть 10 кругов. И долетел первым до победной отсечки. Но было непросто. Есть моменты поворота, спуски. Тоже привыкать надо везде. Кольящий отобразовался. Но Дрофичеву было рано списывать со счетов. Москвич поколдовал над своей дюжиной. И через утешительный заезд продрался в финал. В нем он старательно выбирался из подвала. А когда вышел на третье место, то случилось чудо. Столкнулись лидеры Фатахов и Горбунов. Технично объехав неудачников, Петр Первый устремился к своей 12-й победе в Арске. И хотя Хашимов рвало металл на трассе, обойти Крифея ему так и не удалось. Покрышки переставил нормально, поставил назад и все. Петр Первый? Стал первый третий раз подряд. Третьим финишировал уральский пилот Николай Зверев. В споре за бронзу колоритный дядя Коля обошел ульяновца Бениамина Джипаева. Фронту нашему гонщику устроил движок. Тренил вентилятор и поднялась температура 120. Темп борьбы снизился. Здесь задача стояла до финиша. Слава Богу, получилось. Объехали, кого смогли. Не хватило кругов на 20 было. Тогда так надо было. В итоге весь пьезестал у иногородних гонщиков. Их наградили солидными премиями. Победителю Петру Дрофичу вручили 300 тысяч рублей. Но в начале последнее испытание с шампанским. И вот тут соперники по полной отыгрались на Петре Первом. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Тимур Губеев, Владимир Дубов. Весть Сульяновска. Спортсмен из Ульяновска стал триумфатором Кубка страны по греко-римской борьбе. Воспитник городской 4-й спортивной школы Рафаэль Юнусов выступал в весе до 82 килограммов и поднялся на высшую ступень пьезестала почета. В финальной схватке он боролся с непримиримым соперником из Мордовии. Как итог 4-0 в пользу борца из Ульяновска. Там я провел четыре схватки. Так сложилось, что на этих соревнованиях я никому не отдал ни одного балла. Получилось как бы в ноль съездить. Ставили цели максимальные с тренером. И какую цель поставили, то и выполнили. Победа Рафаэля Юнусова на Кубке России для региона стала настоящим праздником. Этого события в Ульяновске ждали давно. Это прорыв не только года, это прорыв десятилетия. В Ульяновской области не было чемпиона соревнований такого уровня уже на протяжении 20 лет. И он нам подарил для всех борцов, для борцовского сообщества огромный праздник. Все за него болели на протяжении этого года, предыдущих лет. Рафаэль Юнус сейчас является флагманом, который тянет за собой все молодое подрастающее поколение. Сам Кубок проходил в Уфе. В соревнованиях участвовали 150 спортсменов из 30 регионов страны. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. Я же благодарю вас за внимание. Хорошего вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от нуля до четырех градусов тепла. В Ульяновске плюс два, плюс четыре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин